ПНПР ПНПР, проанализировав этот законопроект, буквально через два дня выступила с заявлениями и предложила всем нам поддержать позицию ПНПР о том, что мы категорически против предложенной редакции законопроекта. И профсоюзные организации нашей области фактически все поддержали это предложение. Слово для выступления предоставляется. На Ножкиной вере Александровне, члену молодежного совета Федерации профсоюзов Курганской области. От имени молодежи Курганской области повторяю, я против повышения пенсионного возраста и призываю курганцев выразить свой протест против повышения пенсионного возраста, поставить свою подпись под резолюцией сегодняшнего митинга. Спасибо. Слово для выступления предоставляется Амперовой Ирине Александровне. Пришло время сказать решительное «нет» издевательству над народом. Хватит ставить над нашим поколением эксперименты. Слово коню Александру Сергеевичу, председателю цеховой профсоюзной организации «Курганмарзавод». Нужно стимулировать развитие экономики, обеспечить рост доходов, вернуть прогрессивную шкалу налогообложения, отказаться от регрессивной шкалы платежей в пенсионный комплекс. Мы против повышения пенсионного возраста. Мы за рост зарплаты создания условий реального увеличения продолжительности жизни. Слово для выступления предоставляется Максиму Ирине Николаевне. Я предлагаю не поддерживать данные законопроекта о повышении пенсионного возраста или собрать референдум. Слово для выступления предоставляется Мардвиновой Марине Михайловне, члену правкома Курганского почтампа. Я хочу сказать «нет» этому. Я хочу сказать «нет». Хочу, чтобы вы поддержали и сказали «нет» пенсионной реформе, нет повышения пенсионного возраста. Слово для выступления предоставляется Кривоноговой Ере Сергеевне, председателю первичной профсоюза организации профсоюза работников ООО «Синкерс». Позважаю, что я не согласен с предложением правительства и федерации о повышении пенсионного возраста. Спасибо. Что нельзя делать? Ни в коем случае нельзя опустить руки и сказать, что мы ничего не можем сделать. И не в наших силах. Все в наших силах. Мы можем все. Этот митинг – первый шаг, как я считаю. Дальше необходимо. Народу много, но должно быть в 10 раз больше. Не знаю, площадь Ленина все должны занять. Что для этого нужно делать? Работать в своих коллективах. Привлекать не только членов профсоюза, а весь рабочий актив. Политические силы, которых достаточно много, которые давно и последовательно проводят. Политику по борьбе с пенсионной реформой. По-моему, вторым шагом должен быть какой-то объединенный съезд всех политических сил, которые мы сможем позвать. Но законы профсоюза. Урганское региональное деление, СССР, СППП, СССР, выступают гонеральными против повышения пенсионного возраста. Союз-руда выступает против повышения пенсионного возраста. ...федерации профсоюзов Курганской области против повышения пенсионного возраста. Мы, участники митинга, выражаем решительный протест против принятия законопроекта, предусматривающего высокоповышение пенсионного возраста в Российской Федерации для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет. Сегодня средняя продолжительность жизни населения в Курганской области ниже 90 лет. При таком нововведении вероятность дожить за пенсии невелика, особенно у мужчин. Постоянные признаки явления в экономике, рост цен на товары и услуги, другие причины, привлекшие снижение реальных доходов населения. По-прежнему, трудоустройство является проблемой и для молодого поколения, и для лиц старшего возраста. Не решены проблемы и в области охраны здоровья, доступности, медицинской помощи и ее качества. Считаем, что повышение пенсионного возраста невозможно. Без принятия программы по реальному росту заработной платы, без роста зарплат не может быть роста пенсии. Без создания новых рабочих мест с достойной заработной платы, ориентированных и на взрослых работников, и на молодежь. Без принятия в полном объеме 102-й конвенции Международной организации труда, которая устанавливает нижнюю планку пенсии 40% от утраченного заработка и вводит страхование от безработицы. Без принятия единого пенсионного закона одинаково для всех работников. Без реального получения качественной медицинской помощи и возможности систематического оздоровления. Мы требуем от правительства Российской Федерации отозвать законопроект об внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии. Мы требуем от депутатов Государственной Думы не принимать федеральный закон по увеличению пенсионного возраста, без всестороннего общественного обсуждения и принятия соответствующих законов, направленных на решение указанных проблем. Продолжение следует... Мы требуем от депутатов Государственной Думы не принимать федеральные законопроекты на рынок Турган. В течение предусмотрены меры по созданию новых рабочих мест по защите от рабочих и безработицы для лет старшего возраста. Меры по предоставлению первого рабочего места не могут быть... Работникам следит с увеличением периода трудоспособности. Отсутствуют расчеты и статистические показатели, которые легли в основу законопроекта. Не представлены финансово-экономические расчеты, поддерживающие реальное увеличение пенсии. Кроме того, правительством Российской Федерации не разработан и не внесен на рассмотрение законопроекта по проведению государственной политики в сфере охвата государств, направленной на повышение заработной платы, которые, скорее всего, в большей степени смогут обеспечить сбалансированность и финансовую устойчивость пенсионной системы. Таким образом, внесение данного законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации преждевременно, а его принятие невозможно без комплексного подхода к реформированию пенсионно-дивенционного возраста. Сейчас, после наступления возраста, выхода на пенсию, работать продолжает лишь около трети пожилых людей, которым позволяет здоровье. Большинство же не может работать в силу серьезных заболеваний. По статистическим данным, средняя продолжительность жизни мужчин в Курганской области составляет 61,7-х годов, женщин 72,5-х годов. Это что, мужчины вообще не могут мечтать уже опередить? Принуждение пожилых людей к труду, коим, по сути, станет повышение пенсионного возраста, приведет к ухудшению их здоровья. При этом вырастут расходы на медицинское обслуживание и выплату различных пособий. А это от доллара траты из бюджета, о которых даже беспокоятся реформаторы. Пенсионная реформа – дискриминация. Это работает. Это же просто нереально. Это просто невозможно. Никто и брать не будет. Да и о какой производительности труда вообще можно говорить? Уже сегодня в пенсионном возрасте практически нет здоровых людей. Люди просто не доживают до своей пенсии. Хотелось бы, чтобы с уходом на заслуженный отзыв, жизнь на этом не заканчивая. Товарищи, мы сейчас присутствовали на митинге, проведенном в Кургане Федерации независимых профсоюзов России. Митинг против проводимой, запланированной правительством пенсионной реформы. И что этот митинг показал? На этом митинге, ну как он был весь построен? Построен он был так, что мы против. Мы против того, что делает правительство. Ну, конечно, есть такие предложения, как то, что надо выходить на митинги, протестовать, собираться. Было предложение собраться, мол, не таким небольшим количеством, а надо собраться гораздо большим количеством. На большой площади, вот на площади Ленина собраться. Мы все соберемся. И что, и пенсионную реформу отменят? Вот. Конечно, мы понимаем, что такие митинги совершенно не пугают буржуазное правительство. Государство – это инструмент в руках правящего класса. Буржуазия с помощью государственных институтов осуществляет свою диктатуру, и они реализуют свои интересы. Интерес их состоит в том, чтобы повысить прибыли капиталистов, работодателей. И они, это в их интересах, они увеличивают пенсионный возраст, таким образом они получат больше прибыли. Не надо тратиться на пенсии. Рабочие, у них свой интерес, у рабочего класса, они должны противопоставить не просто противную позицию, против, а они должны противопоставить положительные действия, реализовывать свою повестку. Рабочий, что получит от этой пенсионной реформы? Его время работы за его трудовую жизнь увеличится. Соответственно, рабочему есть интерес снизить количество часов, которые он отработает за жизнь. И если он не может снизить пенсионный возраст, это можно, но это сделать труднее. Гораздо проще сократить продолжительность рабочего дня. Почему это сделать проще? Потому что сокращение рабочего дня можно произвести самим трудовым коллективом, не упрашивая никакое правительство. Это вводит сам трудовой коллектив просто явочным порядком, что называется. Для этого рабочим коллективам нужно, ну, первое, что нужно для улучшения жизни рабочих, конечно, нужны профсоюзы. Профсоюзы бывают разные, есть профсоюзы вот такие же, как ФНПР, который организовывал этот митинг. Это профсоюзы, в общем-то, ориентированные, находящиеся под контролем буржуазных партий. Можно работать и с такими профсоюзами. Добиваться рабочения профсоюзов, введения рабочих в управление профсоюзами. Но также есть вариант создания своих рабочих профсоюзов, в которые самим входить рабочим и организовывать их работу в интересах трудовых коллективов. Далее, рабочие при помощи профсоюзов должны добиваться заключения прогрессивных коллективных договоров. Этот коллективный договор могут написать, буквально один-два человека могут написать, взять за образец. Например, коллективный договор, написанный и принятый в морском порту Санкт-Петербурга, докеры морского порта Санкт-Петербурга добились его принятия, добились принятия его забастовкой. Это прогрессивный коллективный договор, в котором много хороших пунктов. В коллективный договор можно включать такие требования, как внедрение новой техники на предприятии, что повысит производительность труда и защитит предприятия России от вымирания. Это в интересах рабочих, это в интересах всего населения и даже это в интересах самой буржуазии. Также требования повышения зарплаты до уровня стоимости рабочей силы. Можно включать пункт, это важный пункт, который может войти в коллективный договор. Как повышать, ну вот, например, это можно сделать как требование повышать на величину инфляции плюс 5-10%. То есть величина инфляции это мало, нужно сверху 5-10% и вот такое требование вносить в коллективный договор. И также требование 6-часового рабочего дня. То есть да, его можно внести в коллективный договор, но естественно, вот вы, наверное, понимаете, что работодатель, он сам так просто не согласится такой коллективный договор прогрессивный принять на предприятии. Он будет всячески отказываться и препятствовать принятию такого коллективного договора. И именно поэтому следующий этап активности рабочих коллективов это забастовка. Это законное действие. Как организуется законная забастовка гарантированной Конституцией, она прописана в Трудовом кодексе, можно ознакомиться. Если провести все шаги законного инициирования забастовки, то такая забастовка будет инструментом, который вынудит работодателя, ну пусть не полностью все требования, которые вы выдвигали, но может быть значительную часть тех требований, которые вы ставили прогрессивных, интересных рабочим, работодатель благодаря забастовке вынужден будет принять. Вот, как я уже говорил, требование, которое может быть противопоставлено пенсионной реформе, это сокращение рабочего дня явочным порядком на 2 часа с 8 до 6 часов. Таким образом рабочие сохраняют свое здоровье, увеличивают свою продолжительность жизни, и даже если буржуазии удастся увеличить пенсионный возраст, и рабочие не смогут этому ничего противопоставить, то здоровье рабочие сохранят свое до этого возраста, до возраста выхода на пенсию. И освободившиеся 2 часа рабочие коллективы смогут использовать для обучения профсоюзной работе, для усиления борьбы. В том числе обучение это очень серьезный фактор успешности борьбы, потому что грамотно организованная забастовка, грамотно составленный коллективный договор, они решают очень многое, а для этого нужно учиться. Дальше нужно отметить, что продолжительность забастовки законом не регламентирована, поэтому вот такая забастовка в форме сокращения рабочего дня на 2 часа, она может продолжаться бесконечно. И в итоге это получается введен 6-часовой рабочий день трудовым коллективом. Если по всей России трудовые коллективы организуют забастовки в таком режиме, то постепенно это приведет к тому, что 6-часовой рабочий день просто будет узаконен. И вот высовывавшееся свободное время позволят организовать борьбу рабочих, трудовых коллективов за другие требования, в том числе такое требование, как увеличение уровня заработной платы, достоимости рабочей силы. И следующий фактор, можно сказать, следующий важный инструмент в борьбе рабочих – это партия. Партия рабочего класса. Почему нужна партия? Потому что партия – это авангард рабочего класса, она занимается разработкой теории борьбы, она занимается разработкой теории взятия власти рабочими, она занимается обучением рабочих. То есть сам рабочий, ну, конечно, он занят добыванием средств к жизни своей семьи, и у него нет времени разрабатывать какие-то теоретические необходимые положения, необходимые для эффективной борьбы. А партия, она уже имеет эти наработки, она обучает рабочих в борьбе, она может помочь составлению прогрессивного коллективного договора, она может помочь рабочению профсоюзов, она знает, как это делать. Она, партия может помочь организоваться рабочему классу, помочь организовать забастовку законным путем. И в конечном итоге партия знает, как рабочему классу построить свою власть, рабочую власть через забастовки, забасткомы, советы рабочих депутатов. И потом возникнет двоевластие, когда сильные советы рабочих станут действительно силой в государстве, они, на их сторону станут переходить, вооруженные структуры, и армия, и рабочие смогут взять власть. И будет это все очень демократично сделано, потому что советы рабочих это высшая форма демократии. И вот такая партия, единственная партия в России, а может быть и в мире, скорее всего, в которой рабочие действительно решают все вопросы большинством голосов на всех собраниях, голосованиях, съездах, комитетах, бюро. Рабочее большинство решает все вопросы. Такая партия есть, это Рабочая партия России. Вот я, как член Ленинградской организации общественного объединения Рабочая партия России, призываю вас всех рабочих, да и не только рабочих, всех, кто готов помогать в борьбе рабочих за советскую власть, вступать в Рабочую партию России и приниматься за борьбу. Спасибо, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok